Государство решило еще раз помочь бизнесу, раздав новые субсидии. На этот раз их утвердили на проведении мероприятий по профилактике коронавируса. Претендовать на получение субсидий могут организации и индивидуальные предприниматели. В первую очередь, это организации или индивидуальные предприниматели, которые у нас включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Второе условие – деятельность, которую ведет организация или индивидуальный предприниматель, относится к определенному перечню отраслей, и этот перечень также утвержден постановлением правительства. Еще одно важное условие – организация как получатель субсидий не должна находиться в процессе ликвидации, быть банкротом, а сам получатель субсидий должен состоять на учете в налоговых органах. Если это индивидуальный предприниматель, то он единоразово получит 15 тысяч рублей. Если это индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников или организации, то расчет такой – 6500 умножается на количество работников в мае и, соответственно, прибавляется 15 тысяч рублей. И самое главное, что необходимо сделать тем, кто подпадает под условия получения субсидий, это направить заявление не позднее 15 августа. Сотрудниками налоговой службы рекомендуется, перед тем, как направлять заявление на субсидию, нужно проверить свои данные на официальном сайте. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».